Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня очередной интересный гость в информагентстве Семьетфо. Это Виктор Грушиновицкий. Прошу, любите жалобы. Здравствуйте, Витя. Виктор художник. Не случайно вот эта встреча, потому что большое событие в жизни Виктора произошло. Может быть, даже такое, скажем, главное событие в вашей жизни, да? Может быть, да. Да. Виктор Грушиновицкий теперь у нас возглавляет союз художников, союз рязанских художников. Правильно? Можно и так сказать. Председатель союза художников Рязани. Итак, это все было тайным голосованием. Да, были выборы настоящие. Да, были выборы, все очень, так сказать, сложно. Была борьба, предвыборная борьба. Все по-честному. В общем, с какими-то элементами такой настоящей борьбы, политической даже где-то. Да, потому что были программы. Благодаря интернету нас смотрят не только в Рязани, нас смотрят по всему бывшему Советскому Союзу и за рубежом тоже. Скажи, пожалуйста, твоя фамилия, вот такая красивая, Грушо Новицкой, и пишется через тире, вот откуда корни такие дворянские? Ну, в общем, это фамилия отца моего. Он был известным музыкантом в Рязани, педагогом. Вообще, популяризировал гитару классическую, шестиструнную. Преподавал очень долго в музыкальном училище. И многие помнят его. Сейчас, может быть, знают меня уже как-то. Вот, но фамилия у нас с ним одна, Грушо Новицкий, и его корни Тамбовские, в общем-то, моего отца. Звучит она, может быть, как-то по-дворянски, но дед мой по отцовской линии, он вообще был лесник. Вот, и у него было 12 человек детей, и вследствие этого фамилия Грушо Новицкий. В Тамбовской области не такая редкая, как в Рязани. Вот, там она встречается, и не единожды. То есть, если нас сейчас в Тамбове будет смотреть, им большой привет. Да, обязательно, конечно. Там у меня есть родственники. Династия Грушо Новицких продолжается. Ну, она продолжается, в творческом плане, конечно, явно продолжается. Вот, хотя отец был музыкант, я художник. И сын у вас тоже художник? Сын нет, ни в коем случае. Ну, немножечко, пока начинающий. Да нет, он не художник. Просто он нормальный парень, по-моему. И это очень хорошо. Хорошо, это самое главное. Вить, итак, какие мысли, какие планы? Я понимаю, что, наконец-то, вот так вот обновилась кровь, да, в союзе художников. Много, наверное, было всяких споров, бесед, разговоров еще до того, как произошло это переизбрание. Да, ведь большинством голосов выбрали вас, да. Вот скажите, все-таки, как, какие планы? Когда человек приходит на какую-то должность, он всегда идет с какой-то программой. Конечно, да. Вот как вы хотите перевернуть такой художественный мир Рязани? Ну, с одной стороны, хочется придать больше движения, динамики, какое-то развитие наметить. Вот, я это все закладывал в свою программу. С другой стороны, я могу сказать, что я противник революции вообще, по натуре. Мне кажется, что вот именно переворачивать все, это наша, конечно, фирменная черта. Да, мы это любим, без этого не можем, но мы постараемся обойтись без этого, как раз вот в нашей организации. Я надеюсь, у нас это получится без каких-то кверх тормашек таких вот своеобразных. А просто мы кое-что поправим аккуратно, все будет делаться постепенно, аккуратно. Вот, финансовая наша система должна претерпеть изменения. Творческие планы, конечно, у меня огромные, вот, но то, что удастся реализовать, посмотрим. Я буду, в общем-то, честно стараться следовать своей программе, в которой, ну, несколько пунктов таких очень смелых, я бы сказал. Вот есть там самый глобальный пункт вашей идеи создать в Рязани какую-то галерейнюк, наверное. Да, это для меня такая сверхзадача. Ну, через два года будет 80 лет союзу нашему, Рязанскому союзу художников. Может быть, и вот к этому 80-летию, может быть, и как-то реализуются ваши идеи. Ну, расскажите поподробнее о ней. Ну, в общем-то, идея эта даже и не моя. Это идея Михаила Шелковенко, Сергея Кавригина. Это наших выдающихся рязанских графиков, художников-графиков, которых знает вся страна. Вот, а Сергей Кавригин, он и в Италии очень известен, за рубежом. В общем, это выдающиеся художники. И они в середине 90-х годов, это у них была мысль такая, вот именно создать галерею или современного рязанского искусства. Я точно не знаю, как они собирались ее назвать. Вот, но это была идея. Конечно, время было, мы все помним, это было несколько, наверное, опрометчиво в то время. И, конечно, к сожалению, это не получилось. Вот. Я вернулся к их идее, но я загорелся, я заболел ей этой идеей. Потому что, по-моему, это необходимо. Я думаю, может быть, я начну эту тему, как-то попытаюсь ее развить. Что это такое? Но это должна быть совершенно... Ну, это, в принципе, музей. В принципе, музей. Но форма его может быть не совсем обычной. В общем, музей – это все, что за 80 лет создавал Союз художников Рязани, да? Да, да. То есть это картина, это живопись, это графика, это декоративно-прикладное искусство. Это традиции наши, это сложившееся наше восприятие нас в мире, в окружающем. Какая мы Рязань, вот какая мы Рязань живописная, какая мы Рязань декоративная. Рязань декоративная, богатство колоссальное. У нас в запасниках, у наших авторов тысячи работ мощнейших, интереснейших. Их никто не видит. Мало того, сохранность многих из них уже ставится под вопрос, потому что условия тоже не идеальные. А авторы, говорится, наши авторы, значит, сейчас в Союзе 102 художника. Вот буквально на днях у нас прибавление должно быть в семье. Еще 4 человека у нас принимают в Союз художников в Москве. Это ответственность. Молодежь, да? Молодые, да. В общем, это молодые ребята, талантливые, интересные искусствовед, график, скульптор и живописец. В общем, по всем видам искусства вот так получается. А вот у меня такой вопрос будет. Вот что такое молодежь у художников? Ведь раньше, в советские времена, говорили, молодые, например, говорили, молодые кинематографисты. И эти 40-летние люди, молодые и так далее. Точно так же. И так же и осталось, да? Да, в общем, это... То есть сейчас 40 лет – это возраст молодости любого художника, да? Где-то около 30 и выше. Ну, понятно. То есть человеку надо созреть, приобрести опыт, хорошее образование. Образование, да. Да, и где-то зарекомендовать себя обязательно, потому что в Союз художников, в настоящий Союз, в котором мы стоим все, вступить не очень просто. Здесь нужно регулярно выставляться, завоевать определенное имя. Это должны быть выставки и областные, и зональные, да? Для вступления в Союз нужны зональные, всероссийские, раньше это назывались всесоюзные выставки, на которые попасть не так просто, потому что там очень серьезный большой отбор. Хотелось бы, чтобы вот этот пласт, условно назвать его можно советский период, когда замечательные художники, формировавшиеся на русской культуре, на культуре русского академического рисунка, прежде всего, но они не только академисты, у нас и различные течения интересные в Союзе, и в живописи, и в графике, и в скульптуре присутствуют. Вот, поэтому вот этот весь пласт, его необходимо показать. Ну, хорошо, вот сразу вопрос напрашивается, я думаю, у зрителей, течения, какие течения интересные? Ну, влияние каких-то западных школ. Тот же Сергей Кавригин, он, график, он совершенно неоднозначно воспринимаемый, но то, что он делает, это высочайший уровень просто мастерства. Есть Шестаков, который рисует карандашом в лесу, и это шедевры, это все признают, и когда эти рисунки попадают, просто вот рисунок с натуры в лесу. Это фрагмент, там, ручья, какого-то кусок ствола дерева, там, скомпонованный им как-то интересно. И когда они попадают на всероссийский уровень, то не вызывает вопросов у академиков, которые все это смотрят. Ну, опять же, Виктор Минкин, наш классик. Валерий Бауков, живописцы, который с каждой совершенно своим лицом. Вроде бы это условно можно назвать реализмом. Наверное, это правильное название, потому что это, прежде всего, работа делается с натуры. Но, тем не менее, они настолько трансформированы, пережиты личностью этого автора, что это просто два совершенно разных автора, две совершенно разных картины. Если взять вот два произведения, и они настолько отличаются друг от друга, настолько они по-разному пережиты, это очень интересно. И человек, который придет и будет воспринимать вот это наше рязанское искусство, любой человек, наверное, может найти то, что в душе у него отзовется как раз, какого-то своего автора. Ну, то есть, ваша задача, как, скажем так, теперь, крупного чиновника, назовем вас так, простите уж, популяризировать искусство наших рязанских талантливейших художников, да, как-то? И не только популяризировать, а я бы сказал, что сохранить прежде всего. Потому что, вот, на мой взгляд, что это, условно говоря, галерея рязанского искусства, чуть было современного не сказала, она как раз не современного, а вообще рязанского искусства. Она нужна еще и для того, вот, чтобы в ней было хранилище определенной работы. Потому что много есть авторов, к сожалению, у нас, которые ушли, и их работы хранятся неподобающе совершенно. Произведения, настоящие произведения, очень высокого уровня, которые для понимающих людей, они и сейчас понимают их цену, но смею вас заверить, всех, что очень недолго времени пройдет, когда все поймут, сколько это стоит, и их цена невероятно большая. Потому что это, в общем-то, шедевры, вот, и они пропадают. То есть, эта сторона вопроса не менее важна. Самое главное, чтобы рязанская область не торговала шедеврами, а оставила их у себя, сохранила. Вот именно, да, потому что это наше богатство невероятное, и оно у нас есть. Его не надо придумывать, не надо фантазировать, и почти не надо раскручивать, его надо просто показать. Но раскручивать, конечно, надо. Хорошо. Мы, в общем, от такой глобальной идеи, да, и давайте перейдем к ближайшим каким-то планам. Я знаю, что у вас есть такая тоже задумка сделать некое шествие салонов. Вот арт-салоны, которые, слава богу, есть в нашем городе. Да, эстафеты или шествия салонов. Да, шествия эстафеты. Может быть, их не так много, как бы хотелось, но они есть. И пользуются спросом, интересом у публики, у людей, у покупателей, скажем так. Как это все-таки ближе к торговле уже пошло, да? Ну, это, конечно, это там элементы коммерции очень серьезные, но... Ну, назовите вот эти салоны, и в чем эстафеты? Салон Киры Рязановой, салон Ирины Сусаниной, салон Василия Ивановича Колдина, центральный художественный салон, который в данный момент находится в Доме художника. Еще есть площадки, с которыми мы еще будем работать и договариваться. Вот, в принципе, вот с этими людьми я практически уже договорился о поддержке, чтобы провести последовательно мастер-классы наших керамистов в этих салонах, привлечь общественность, которая может сама поучаствовать, там, накрутить несколько каких-нибудь горшков интересных форм. Вот, могут дети прийти, попробовать с глиной поработать вот эти мастер-классы. То есть мы говорим о скопинской керамике, да? Это, да, прежде всего, скопинская керамика и рязанские керамисты, замечательные художники тоже, Хохлова, Сметанина, это, вот, я всех не буду перечислять, в Скопине там просто феерии имен, там, народные художники, Татьяна Голованова, Татьяна Ващинина, там, Якушкины, Гефинедр, в общем, это имена, который Россия вся знает, вот, это, эти промыслы, так правильно назвать, они украшают выставки всероссийские, и там представлены, они бывают порой даже больше, в большем количестве, большим числом, нежели наши живописцы, вот, потому что они убедительны очень, и в своем роде это высокохудожественная вещь. То есть мы хотим, давайте сейчас напомним нашим зрителям, которые смотрят, что есть скопинская керамика, есть кадамский венис, есть михайловская кружева, это все вот рязанские народные промыслы, это вот то декоративно-прикладное искусство, которому тоже обязаны гордиться, и сохранять традиции этого вида творчества, этого вида искусства, да? Да, обязательно. Заканчивается красивая огненная керамика. И где-то на площади Лея, наверное, в центре рязани. Может быть, на Лыбецком бульваре, но это интересно, красиво, но там должна стоять обязательно пожарная машина, потому что это огонь, это, в общем, стихия такая непростая. То есть это какие-то печи, это все сразу, и лепят, и выжигают. И там же, да, происходит обжиг, да, но подробности это должны быть... Ну, то есть вы хотите уже этим летом сделать вот такое? Нет, этим летом, конечно, не получится. Этим летом Сметанина хочет подобный проект отдельно, просто вот огненную керамику показать в Рязани. Галина, да, Сметанина? Да, вот. А что касается вот этого целого проекта, как я его задумал, я так планирую, что на следующий год должно получиться. Вы сказали, что сейчас весь рынок переместился из Европы в Китай. Да, это сто процентов. То в Китай огромный рынок вот этого изобразительного искусства. Да, колоссальный, конечно. Я пока там не бывал, но наши такие наиболее активные представители, члены нашего союза Рязанского, там Володя Попов, который не французский, а рязанский художник, Виктор Васильевич Корсаков, ну и некоторые другие, в общем-то, сотрудничают с Китаем, зарабатывают деньги в Китае, благодаря Китаю. Вот, рынок там колоссальный, действительно. Они, как говорится, съедят все, что не дай. И у нас они, конечно, пока, можно сказать, мародерствуют где-то. То есть китайцы, они скупают по возможности наших авторов, народных, заслуженных. Это очень важно. Они смотрят на наши регалии, они их уважают, и они их понимают, их уровень. Кстати, в отличие от многих наших покупателей, и меценатов, и ценителей, вот, они очень четко в этом разобрались, и они пытаются все подобрать к рукам, то, что у нас есть хорошего. Вот, нос у них по ветру, надо сказать. Вот, я сам с этим сталкивался. Это, вот, к сожалению, мы порой не понимая, да. Коррективу внести вот в эту вот неразбережку, да? Должны быть некие барьеры, да. Вот, наше наследие выдающихся художников надо сохранять. В том числе и декоративно-прикладной. И декоративно-прикладной. Ну, вот, в плане как раз китайских, там, как их назвать-то правильно, дельцов, ну, условно говоря, они все-таки больше их интересует наша живопись, графика, именно изобразительное искусство. Не столько промыслы их интересуют, а именно вот заслуженные, народные, заметные наши художники, они стараются скупать все. Как можно дешевле, оптом, вот, и пока вот такой период. Хорошо. Надо быть очень осторожным. Понятно. Я напомню нашим зрителям, что мы беседуем с Виктором Грушиновицким, который недавно был избран председателем Союза Рязанского, Союза Рязанского художника. Союза Рязанского художника. Куда они приезжают, этот регион, ну, прославляется, в общем-то, через вот эти пленеры, да, коллективные. Я помню, что очень долгое время наши рязанские художники очень любили город Касимов. Касимов, да. Они все говорят, что... Это жемчужина Рязани. Да, это жемчужина Рязани. Говорят, что скоро он войдет в золотое кольцо, наверное, да. Да, прошел такой слух, скажем так. Ну, мы будем рады, будем гордиться все. Да, это замечательно. Ну, у нас много прекрасных вот этих малых городов. И, боже мой, напомните мне, Михайловс. Михайловс Сасова, да. И Сасова, конечно. Вот скажите, пожалуйста... Тот же самый Скопин. Да, конечно, Скопин вообще очень культурный город, уже в традиции, да? Да, конечно. И театральными в том числе. Да, конечно. Виктор, скажите, пожалуйста, вот пленера, куда бы вам хотелось направить ваш союз художников? В какие точки Рязани, какие прославить, где интересные, на ваш взгляд, места есть? Вот что вам лично интересно сейчас? Где побывать? Ну, у меня, честно сказать, вот именно в плане организации пленеров у меня глаза разбегаются. Я боюсь, что это мне может даже немножко помешать, потому что мне хочется несколько сразу организовать. Вот, а это, конечно, невозможно. Прежде всего, деньги. Все дело в этом. Это Сауча, в которой проще всего, в принципе, организовать пленер, потому что там есть музей Пожалостина, в котором есть небольшая гостиница, там проще с размещением. То есть это можно все решить. Я, есть задумка организовать там некий такой эко-пленер, вот, но подробности я пока не буду разглашать, потому что я еще не все обговорил с нужными людьми. С руководителями. С руководителями, да, и не только моего ведроства. Вот у меня есть план. Нет, ну сама такая фраза, эко-пленер, она уже как-то. Ну да, в общем, тут есть некий намек, в каком направлении хочется его развить. Потом, то, что я писал в своей программе, я, конечно, с молодостью увлечен творчеством Тарковского, и вот, в общем-то, хотелось как-то... Ну, в те заповедные места приехать, посмотреть, где он живет. Да, тут, возможно, какие-то короткие наезды, может быть, разовые какие-то на сутки, может быть, там, на двое. Тем более, вот мы напомним нашим зрителям, что у нас есть два проекта просветительских, связанных с именем Тарковского. Это вот и Тарковские чтения, и Океан Солярис, острова памяти. И вот уже буквально в марте, 21 марта в этом году, не 4 апреля, в обычном его день рождения, а так получается пораньше, потому что мы от гостя тут зависимы. Да, 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 очень интересно. Приедет интересный человек, очень кинорежиссер из Эстонии Арву Иху, который в свое время 30 лет назад работал с Тарковским на картине «Сталкер», это было в Таллине. Он приедет, расскажет об этом, покажет свои фильмы, и будет это 21 марта уже здесь у нас в Рязани, уже можем потихонечку приглашать всех, кто рязанцы, да, кто у нас сейчас смотрит и слушает. И самое главное, это будет пятилетие, уже пять лет вот нашим проектом «Океан Солярис, острова памяти». Поэтому вот такой маленький юбилей уже отумеет. Время летит. Да, время летит. Ну, а кроме имени Тарковского, у нас в Рязанской области, посмотрите, какие прославленные люди, как я говорю, культура, образующая имена региона. Это философ Николай Федоров, это Сасово. Это Сасово как раз. Да, как вам Сасово, Рязанской области? Дальний район, вам очень красивый. Очень мало бывал, и у меня там хорошая поддержка, я надеюсь, потому что там есть наши художники, сильные живописцы. Вот. Это Рыдьков, Трухин, ребята такие разные, как всегда, они где-то друг с другом, у них не самые простые отношения, как у двух сильных художников в каком-то небольшом, таком ограниченном по территории месте. Но это их вот некая конкуренция, она рождает хорошие работы, шедевры какие-то. И вот, ну, в общем, из этого проистекает некая энергетика. Да, Виктор, я так понимаю, что там есть тоже какой-то свой маленький союз уже. Там свой, там, да. В каждом маленьком нашем городе есть свой мир, и вот нам интересно в него заглянуть. Благодаря Пленэру мы можем туда попадать, себя показывать как-то, чтобы люди нас видели. И вот это все начинало крутиться, и из этого, мне кажется, как раз и должна возникать вот эта жизнь нашей области, настоящая такая полнокровная. Еще хотела одно имя предложить вам, художникам, для Пленэра. Это тут, в общем, не очень далеко, тоже Старожиловский район. Это тоже должна быть, по идее, там усадьба, но, конечно, ее нет, ее снесли, наверное, в 17-м году. Может быть, и раньше еще одного знаменитого нашего земляка, Ивана Ильина, философа замечательного. Выдающегося. Да, выдающегося, который узнает весь мир. И там было родовое имение его родителей по линии отца. Конечно, на такие имена. Да, надо обращать внимание. И слава богу, что у нас в Рязани вот уже в этом году пройдут вторые Ильинские чтения. Это будет в Горьковской библиотеке 26 марта. А начали их как раз делать вот в районе. Это бывший Пронский уезд в 19-м веке, собственно говоря. А сейчас это Старожиловский район Рязанской области. Ну, посмотрите, я думаю, что самим фактом приезда туда художников, да, на Пленэр, вы как-то все это место будете... Как-то это пометим, да, в общем-то. Да, 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 будете... Как-то так, да. ...статус этого места, привлекать внимание. Я думаю, начинается с этого. Приезжают художники, потом обращают внимание на это журналисты. Потом власти говорят, слушайте, надо, наверное, восстановить усадьбы этих именитых людей, да. Конечно. Их великих философов. И Николай Федорович Федоров в Сасове, и Ивана Ильина в Старожиловском крае, скажем так. Мне кажется, это наша опора, которая вообще нам, как цивилизации такой русской, как культуре русской, мы должны опираться на них. И это то, что нас поддержит. А сейчас мы нуждаемся во всей поддержке. Россия в непростом положении находится, конечно, в мире. Вот, мы отстаиваем свою правду, свой взгляд. И вот эти люди, это наш фундамент, это и есть наш взгляд, эти люди. Это то, из чего мы выросли, и без них мы просто не выдержим, наверное. То есть мы должны идти вперед, но понимать, что у нас за спиной, какой у нас мощный тыл. Этот тыл, он важен нам, как никогда сейчас. Да, как мы говорим в нашем проекте «Океан Солярис», это вот эти острова памяти, которые мы берем в будущее, в этот наш будущий океан, который сами-сами пытаемся строить. И вот в конце нашей беседы маленький такой вопрос. Я хотела уточнить, почему мы как-то с вами говорили, вы сказали, что вот во Владимире, например, там такие палитры, что ли, у художников, очень яркие, экспрессивные. Много желтого, много красного. А вот у рязанских художников как-то больше, значит, это все аскетично, больше уходит в серые тона. Почему? Хотя мы тут рядом, казалось бы. Мы рядом, да. Но в этом и есть какой-то интерес, когда вот всероссийскую большую выставку смотришь. Владимирские такие, вот, кембридов там, кембридов там, кембридов. Они вот один звук, вот такой, вносит. Рязань, пусть она, она такая вот, может быть, она вот именно глубинно как-то русская, такая скромная, спокойная, умиротворяющая такая, философски спокойная. Вот спокойная очень рязань. Это лидеры наши, наверное, вот лидеры такие, как Виктор Алексеевич Минкен в свое время. Ну, хотя у нас тоже были яркие художники, но все-таки общая какая-то вот такая гамма. Грустная, Полина. Не знаю, я это... Ну, я имею в виду грустная, такая лиричная, проникновенная тотка. Ну, вот Есенин, ведь он бывал громким, я знаю, я слушал записи, как он читал, условно говоря, аудиозаписи, как он читал свои стихи. Он иногда ведь очень громко читал, но стихи веселыми, его стихи редко можно назвать какие-то оптимистическими. По-моему, ничего такого особо и не было. Может быть, Рязанская земля такая. Мы много страдали, мы всегда встречали кочевников первыми. Нас очень много жгли, резали, убивали. Мы прикрывали Россию в какой-то момент, может быть, Рязань, вот если это так пафосно сказать. Вот, поэтому, может быть, у нас вот... С другой стороны, Владимир тоже ведь это все... Не знаю, трудно это сказать. Я могу постараться как-то это вот объяснить, но до конца я не знаю. То есть это, наверное, что-то загадочное вообще, как это все складывается, почему это получается. А до конца, может быть, не хорошо, что до конца не все можно объяснить. Не все можно перевести на язык понятия. Да, не все можно проанализировать. Человеку не все дано, как говорится, понять. Есть какие-то, мне кажется, и высшие силы, неведомые нам до конца. И они нами всеми руководят и ведут к чему-то, да. Начали говорить о многострадальности, о какой-то скромности Рязанской земли, я вспомнила. И как раз с Сасова связан поэту, у нас есть замечательный друг Михаила Радькова, Владимир Хомяков. Да, да. Сасовский поэт, прекрасный. Есть такое стихотворение о Родине, я помню, вот я, конечно, все наизусть не помню, есть мой маленький куплетик, начинается так. Вдаль с холма глядит она, с ней два сына, рядышком. Некрасиво, немодно, да как будто ладушка. Вот такая, как это, да, пронзительность. Ну, хорошо, спасибо большое, спасибо, что вы пришли к нам на Синфо. И еще раз напомню, Виктор Грушиновицкий, председатель Рязанского союза художников, человек, который очень старается сохранить все наши рязанские традиции, живописи, да, и сохранить наш союз. Спасибо большое. И будем ждать вас здесь с молодыми художниками, которых скоро примут в союз, да. Спасибо. Конечно, спасибо. Спасибо. Всего доброго, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok